Привет, друзья! Сегодня приготовим с вами очень простое, очень быстрое такое блюдо, которое подойдет и на красивый какой-то ужин, и также даже к праздничному столу подойдет. Получается очень вкусно, очень сочно. Добавляете наверх какой-то любимый ваш соус, либо сметаны, и получается просто невероятная вкуснятина. Для начала нам нужно хорошо вымыть картофель, я использую некрупные картофелины, и затем нарезаю на дольки, где-то полсантиметра, может чуть-чуть больше. Отправляю в крупную какую-то миску, в которой мы потом будем все это перемешивать наш картофель. Затем нам понадобится мясо. Мясо используйте любое, можно в принципе обойтись даже и без мяса, но с мясом все-таки вкуснее. У меня это такая полужирная свинина, можно использовать и курицу, и кролика, и индейку. В общем, что вы хотите, отправляем мясо к картофелю. Затем сюда же на мясо добавляю пару столовых ложек растительного масла, и точно так же пару столовых ложек соуса терияки. Он прекрасно промаринует мясо. Конечно же, обязательно перчим. Я добавляю еще копченую паприку и немножко кориандра, он придаст очень такой интересный вкус мясу. И не забываем посолить. Теперь все это нужно хорошенечко вымешать и оставить минут на 15, пускай мясо промариновывается. А мы тем временем нарежем колбаску и нарежем чесночок, который тоже нам очень понадобится в этом блюде. Мне понадобилась практически головка чеснока, зубки у меня небольшие, поэтому я буду резать на такие тоненькие слайсики в длину. Если у вас зубчики крупненькие, режете в поперек. Также нарезаю полукопченую колбаску, можно использовать бекон, просто чтобы копченый запах такой был в нашем блюде. И нарезаю на небольшие вот такие вот кусочки. Теперь остается только нанизать. Прошло 15 минут, я нанизываю в таком порядке картофель, колбаска, картофель, чесночок, мяско, картофель. И чередую, аж пока не закончится шпажка. И вот такая вот красота у нас получилась. Теперь весь оставшийся соус, в котором мариновалась у нас картошка с мясом, я выливаю на дно и добавляю еще грамм 50 водички. Сверху либо фольгой, либо формой накрываю и ставлю в духовку на 200 градусов. Где-то через час вынимаю, снимаю фольгу, сверху притрушиваю немножечко маслом. Осталось только просто сверху полить красивым соусом. Картофель проготовленный, мягкий и поэтому очень хорошо снимается со шпажки. Это очень вкусно, правда. Обязательно попробуйте, а с вами как всегда был Кекс. До новых встреч, друзья. Пока-пока.